Внимание, если не хотите испытывать испанский стыд, то закройте это видео. Я по-русски вообще-то говорю. Я, значит, просто в плеймаркете нашла какую-то ноунейм новеллу, и сейчас буду её испытывать. Какой он нафиг продолжит, если только-только начинаю? Приветствую и добро пожаловать в сладостную романтическую историю моей первой любви. Мда, мой уровень читать с выражением просто от бога. Но прежде чем мы начнём, хотите, я наделю вас правом выбрать мне украшение в некоторые сюжетные моменты. Наконец-то, опыт из детства пригодится. Это весьма любезно с моей стороны, между прочим, если вы воспользуетесь этим моментом, уж постараюсь, чтобы я выглядела чаровать или некуда. Да, не сейчас такой соской нереалкой будешь. На саму историю это никак не повлияет. Сегодняшнее большое развлечение на случай, если у вас возникнет желание меня принарядить. Желаете ли вы включить выборы украшений? Ты ещё спрашиваешь? Конечно. Что ж, без дальнейших церемоний, давайте соберём меня на первое свидание с пастилем. А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Ну, значит так, посмотришь, что там у тебя такого. Выбор невеликий, я вам так скажу. Ладно, похер. Ну вот, начинается первая глава истории любви нашего гея. Сегодня в конфетной лавке я встретил одного парнишку. Как только я его увидел, сразу понял, что просто взять и уйти выше моих сил. И чёточку пофлиртовал с ним. Ёб твою, Саня, ты же говорил, что не из этих. Он так препостно засмущался, что, разумеется, сделал его ещё милее. Когда я предложил ему встретиться в условленном месте, у него вышло только кивнуть в ответ. Боже мой, какая драма, ё-пресса ты. Что же это за сладкий мальчик такой, ё-моё. Такой милаха, полностью мою косик, грех не оболстить. Дамы и господа, перед нами суку показывается. Ах, вот и он. Ну уж, давайте, покажите его, а. Кто же это? Блядь, он чё, в платье? Привет, надеюсь, я не стояла тебя ждать слишком долго. Постиль, ты только посмотри. А я-то думал, что в униформе-то велишь милень, а куда? Ах, моё сердце захвачено врасплох. Блядь, чё я делаю? Прости, неужели ты слишком, я могу переодеться? Хо-хо, но ведь я ещё толку не рассмотрел, что у тебя под накидкой. Ебать. Жаль, если я упущу шанс полюбоваться тем, что на тебе сейчас надето. Блядь. Ага, тогда ладно. Кроме того, я потом с удовольствием и сам тебя избавляю от лишней убежки, моя конфетка. Я же говорю, это сукуп, но пока ты же на им месте. Ммм? Хо-хо, хорошо, тогда введи. Это было их прям неожиданно. На первый взгляд он выглядит приверженцем куда более скромного стиля. А сейчас сапоги выше колена, ещё с мини-юбкой или это платье. Пока сложно сказать, я видел только лишь мельком. Но уже предвкушаю, как всё хорошенько разгляжу этой ночью. Какого хлора? На сегодня я выбрал уютный ресторан, подходящий для тихого вечера досуга. Одно из заведений, которое я облюбовал специально для свиданий. Разно спутника пойдут в разные места и стоит держать несколько на примете. На строении сегодняшнего вечера романтическое ран-де-ву. Довольно фишенебельный ресторан, но без кричащей роскоши в самый раз, чтобы сделать этот вечер особенным. Следуя примеру Барвинка, постель усаживается за столик. Одной рукой он придерживает накидку, а другой нежно поправляет пряди волос. Этот он первый раз? Что? А? Твой первый раз здесь я имел в виду. А ты о чём подумал? Да там ни о чём. А, нет, ничего. Я здесь никогда не был, да глядит элитным. Мне нравится здесь атмосфера, да и еда весьма неплохая. Как начал разобраться с некоторыми формальностями? В первую и главную очередь твои местоимения. Мне их и на русском языке хватает, какого хера? Ох, для меня это просто он, Его, а твои... Э, чего? Такие же, хотя не сказать, что я категорически против того, что вы меня звали. И другими, особенно учитывая мою презентацию. А чё они вообще говорят, а? Ха-ха, можно понять. Следующее ожидание. Я считаю, что ясность и прозрачность в этом вопросе главный залог принятного время прождения для нас обоих. Видишь ли, я такими делами занимаюсь частенько, и у меня есть пара принципов, которых я придерживаюсь. Да, хорошо, знаешь, я на самом деле рад, что ты об этом заговорил. Ооо. Я не ищу ничего серьёзного. В общем, для меня комфортнее всего встречи на одну ночь. Хм, так значит, в этом и сходимся. Эм, но я не то чтобы против, если, ну, так получится, что мы захотим как-нибудь повторить свидание. Сука, я до сих пор не откажу от того, что это... Её, ой, мать вашу. В данном случае я уже наверняка буду не прочь. Что не прочь, потратить, что ли? Конечно, я тоже открыт для этого. Блядь, я не трахаться буду, что ли? Есть ли у тебя ещё какие-то правила или принципы? Извини, я не хотел тебя перебивать. Волнуешься, да? Да-да-да-да. Если я переусердствую, ты почувствуешь, что мои слова или действия для тебя чересчур, говори мне. Не, а в самом деле довольно милая парочка, только жал, что я один из них пацан, ну ладно. Я сразу прекращу. Это ещё одно правило. Я, эм... Мне нравится, когда всё немного слишком, если не приходи к черту. Я так предполагал, но услышать это из своих собственных уст... Ах, постель, ах, шалун. В таком случае я приложу все усилия, чтобы довести тебя к черте вплотную, моя конфетка. Я же говорю, что трахаться будут. Ну всё, теперь это помидорник, постель. О, да, перед нами вырисовалась здесь, видимо, чудесная ночь. К нам подошёл официант, и я сделала заказ первым, чтобы дать ему милому визави возможность взять себя в руки. Что за визави вообще, а? После заказа посель наконец сбрасывает на себя накидку, под ней оказывается... Но, к сожалению, мы получаем трансвиситов в платье. Ого-хо-хо, так значит, это всё-таки было миленькое платьишко. Глянь, взросшу-ка, сисец. Ох, надо же, а я думал, ты приберёшь сюрприз до времён после того, как мы отужинаем. Эм, прости, мне стало как-то неловко сидеть в верхней одежде. О, не извиняйся, я скорблю лишь о том, что мне не довелось снять её с тебя самому. Ёб твою мать. Ты же оставишь парочку нижних одежд и для меня, ммм? Сука, может, я его прямо здесь возьму, шай, я не понимаю. Это самое главное, ну, конечно, блядь. Я почувствовала огромное удовольствие от свидания, и, судя по всему, постель тоже. Эх, я живу ради того, чтобы подразднить милых ведьмамальчиков. Как же мне повезло сегодня быть самым очарователем из них. В смысле, из них. К моменту прибытия нашей еды, постель ещё не успевает прийти в себя. Ну, конечно, ты же его раздеть хочешь. Он даже не мог встретиться с официантом взглядом. Ах, как мило. Ну, пиздец, блядь. Нет, нельзя слишком уж подаваться скушением. Нам ещё предстоит ужин. У меня будет на это предостаточно времени после десерта. Я же говорю, трахаться будут. Постель принимается за едой и вскоре нарушает молчание. Кстати, Барвинок, а чем ты по жизни занимаешься? Какой-то вопрос с гопника, если честно. Кроме Кафф гоняет тебя в краску, пока не теряешь дар речи. Да, кроме этого. В плане работы, значит, думаю, тебе я могу сказать. Я аромат, я специализируюсь на создании приятных запахов. Так вот, от кого молокетры масло закупают. Барнику вытаскивают из рукава волшебную палочку, легонько касается ей свечи на столе. С тихим хлопком воздуха вокруг что-то меняется. Изначальный аромат свечи уходит в небытье и сменяется чем-то новым, более уютным. Ох, это их прям приятно. Что это за запах? У меня плохо получается различать такие вещи. Скажи, что это клубничка, пожалуйста. Ваниль, мне показалось, он тебе подходит, хотя... Я начинаю думать, что тебе под стать будет более чувствительный аромат. Ты о чем вообще? Лишь о том, что ты только делал, что превосходишь мои ожидания. Но я же ничего не делаю. Под черной раз смущенный до потери речи постей прячется за стаканом с водой. Я обещал, давайте его чуять менее активно, да? Ах, перед ним слишком сложно устоять. Что, уже встал, что ли? В общем, запахи вроде этого я закупорю во флаконы и продаю. Это довольно прибыльное дело, если создать себе репутацию. О, звучит как работа не только ради денег, но и для души. Кстати, да. Мне бы тоже так захотелось. А что насчет тебя, Паси? Ты на какой магии специализируешься? Ой, если честно, я по большей части жил без магии до недавних времен. Без магии? Даже представить себе не могу. Мне так уж и ужасно. Ну, то есть, человеки живут без магии, как... Почему бы и... Нет? Сука, люди, не человеки, дебил. И то, правда. Я зарабатываю своей магией на жизнь так, чтобы ее потерялось, связало бы меня по рукам и ногам. Без расчуга, ебать. Впрочем, иногда под настроение. Я даю себя связать, если ты понимаешь, о чем я. Блядь. Как это у тебя получается? Каждый раз я думаю, что мы обсуждаем что-то совершенно невинное. Эх, ну могу ли я удержаться? Я так нарочно подбираю осла, моя кафедка. Мне стоит чуточку притормозить. Ой, ебать. Нет, все в порядке. Просто это... Весьма впечатляет. Под конец ужина мы решили взять один десерт на двоих порцию клубничного чизкейка. Пастель оставляет мне кусочки клубники покрупнее, явно намеренно. Интересно, это потому что ему не нравится клубника или он настолько великодушен? Я даже шутку не мог придумать, ребят. В любом случае, это свидание очень быстро стало моим любимым за последние несколько месяцев. Ах ты ж, падлюга, бабником оказался, да? Расскажи мне усепости, ль боюсь, единственное, что я знаю о том, что ты работаешь в знаменитом отелье сладостей. Ох, да кроме этого, мне и знать особо нечего. Не, расскажи, как ты докатился за такой степень, что платье я делал? На великанной найдется много всякого хобби, например. Уборка, пожалуй. Хобби, заебись. Что-то не связано с работой наглядной. Прости, я не знаю, как толк отвечать на такие вопросы, но чипичный ему ответ на любой вопрос. Моя лучшая подруга-алхимик, так что в последнее время мы иногда спускаемся в маленькие приключения в поисках ингредиентов для ее ремесла. А вот это интересненько. Мне тоже. В остальном я особо не ухожу никуда. Вести дела в ателье довольно хлопанно, так что я постоянно занят. Какой ты прилежный, значит ли я то, что ты сейчас выбрался на свидание в первый раз за долгое время? А, да, так и есть. Тогда я почему, что ты решил разделить его именно со мной. Ага, и я думаю, если бы не твое приглашение, я бы здесь никогда не побывал. Так что оно стоит того, спасибо, барвинок. Приборы давно унесли, но наш разговор продолжался до глубокой ночи. В этом ресторанчике никогда не бывает многолюн, так что могу спокойно задержаться здесь и не волноваться, что зря занимаю место. Чем дольше свидание, тем слаще его кульминация, можно сказать мой девиз. Бежать сразу к финишной прямой, со временем спешка придается. Я хочу взять от этой ночи все. Пиздец. Хм-хм, постель видишь, ведьму? Вон за тем столиком. Хм. Тш, только чтобы нас не заметили, с высокой шляпой видишь? Ага, вижу. У меня с ней было свидание недели две назад, прямо здесь, значит не один я теперь считаю, что это отличный метод для романтических встреч. Хм-хм, я, эм, как бы сказать, тот парень, с которым ехать в теперешние свидания, я почти уверен, что у нас с ним было тоже. Ну все понятно, бабник и проститутка. Не можешь, да ты шутишь по стиль, ебан! Тш, не так громко еще и по имени. Прикнись, я уверен, что он ничего не заметил. Ох, он только что подстрял в нашу сторону, ну все, мам, пизда. Я это озвучивать не буду, идите нафиг. Я шучу. Хе-хе. Венок. О, уже уменьшительно расскательное, и наши отношения развиваются так быстро. А кто весь вечер называл меня моя конфетка? Мм, но ведь так и есть. Кто виноват, что ты делишь имя со сладким лакомством? Родители, наверное, дали. Хотя, если это всегда ним, то тогда ладно. Уж точно не я! Не ори, придурочный, хотя это я. И все же, как думаешь, хороший лист этих двоих пара? Откуда мне знать? Просто представь, с какой личностью я бы пошла на свидание. И предложи, как у нас счется с тем, кого ты знаешь. И с какой же это личностью? С такой, как и ты, например. Пф, да нет, думаю, не так уж они и подошли друг к другу. Оу, что, это критика моих вкусов? Да нет, просто тот парень был довольно бесцеремонным. Хе-хе, ну ты и даешь постель. Наконец-то они вышли с этого кафе. Спустя какое-то время мы все же покинули ресторан. Было это уже ночью, когда в последний раз я задержался до самого закрытия. Между нами ни на мгновение не повисала неловкая тишина, если не считая смущенных замолканий по стиле явных попыток перевести мысли в менее разратное русло. Да за что мне это все? Но когда мы вышли на свежий воздух под ночным небом, он снова заговорил первым. Ты бы хоть позволил мне покрыть чаевые. Ерунда, это я тебя пригласил провести вместе вечер, с чего ты должен что-то покрывать. Если уж на то пошло, я бы предпочел, чтобы ты не покрывал, пиздец. И нечего больше сказать. Ладно, на этот раз я был готов к тому, что ты что-то такое скажешь. Тебе не обязательно договаривать. Слишком напражненся? Ну правда же, так жаль скрывать эту меру в столь милый наряд. Мне не хватает уверенности в себе. Мне тоже. Ага, напоминай меня в мои юные годы. Ты придешь к этому, моя конфетка? Ну сейчас они два часа будут пиздеть на улице. Однажды у тебя получится отнести в сторону чувства неполщенности или неуверенности. местности, и ты будешь с гордостью носить всякие разные наряды, даже самовызывающие. Нет, это не вопрос самооценки или чего-то, вроде просто... Если бы меня увидели кто-то, кого я знаю, я бы умер на месте. Так вон оно как. Ммм. Значит мне выдалась благословенная возможность увидеть более интуитивную сторону этого ведьми-мальчика. Мы вместе перейдем под лунную света, фонарей, пока не доберемся до нашего изначального места встречи. Как ты сводишь на то, чтобы я проводил тебя до дома? Да нет, не стоит. Тогда, если ты не против, я живу тут, недалеко, на этой самой улице. Быть может, ты предпочел бы проводить меня. Да, то есть мне не хотелось, чтобы ты возвращался домой по темноте в одиночку. Истинный джентльмен. Барвинок в милом движении запускает руку под накидку по стиле и берет его под локоть. Так они иду к дому. Барвинка рука об руку в уютном молчании. Ну что ж, пришли. Спасибо за чудесный вечер и приятную компанию за ужином. Мне тоже понравилось. Спасибо за приглашение. По стиле ерзает, будто хочет что-то спросить, но не может подобрать нужные слова. По стиле. Барвинок придвигается к нему на шаг. Ну что, сейчас поцелуется. Да-да. Он наклоняется ближе и замирает уже до реакции, какой бы она ни была. Бля. И обнаруживаю, как губы по стиле неуклюже врезаются в его сосны. Бля. Но я вас предупрежала насчет испанского сына, если че. Да, он еще больше нетерпеливее, чем я думал. С другой стороны, я весь вечер подливал ему масло в огонь. Так мило. А, по стиле я только что вспомнил. Раз уж мы здесь, как насчет того, чтобы зайти и взглянуть на плоды моих магических трудов? Да, я очень за. О, отлично. Разумеется, мы оба с самого начала знали, что он останется на ночь. Но растягивать вот так удовольствие гораздо увлекательнее. Эх, но если по поцелуи можно судить о том, что ждет впереди, пожалуй, на сегодняшнее свидание я впрямо несколько преусердствовал. А раз так и кажется, совместная ночевка нам предстоит. Хе, я же говорила, ребята не трахаться будут. Я их слышу, что это заказывается. Прости за беспорядок, у меня руки так и не дошли прибраться. Дверь за ними закрылась громким стуком. Не услышав вот это по стиле, Барвинок уборачивается к нему. И, видя, как по себе прислоняется спиной к двери, водится со своей накидкой. Он и прям потерял всякое самообладание. Боюсь, мне ничего другого не остается, кроме как ульдотворить его желание. Хм, мне не с того заставлять тебя ждать, верно? Ютуб, можешь, пожалуйста, не баймить? Это чистая мужская дружба. Блин, слушайте, идите, Надька, я это не собираюсь озвучивать. Я уже устала, я не хочу эту херь разучивать. Красота, видишь ли, требуешь жертв, но убещай, я не буду долго тебя томить. Ладно, чмокнув постель, а в губы Барвинок проводит его через замопленную гостиную к двери в спальню. Ёх, ады бабай. Хе-хе, ну всё, пизда говорю. Ну, приц, начинается вторая глава, и я думаю, на это следующее видео. Да, блядь! В общем, ребят, я не ожидала того, что там будет Йо. Я просто нашла прикольную игру с прикольными картинками и подумала, а почему бы не сыграть?